Гимнастические упражнения с ребенком второго года жизни позволяют решить следующие задачи. Научить малыша правильно ходить. Годовалый ребенок нередко теряет равновесие, ходит, часто перебирая ножками, почти бегом. Полноценные самостоятельные шаги у малыша появляются после развития координации движений рук. Для формирования у ребенка правильной ходьбы нужно приучать его ходить, ближая ноги, и ставя их параллельно, то есть учить ходить по ограниченной по бокам поверхности, например, ходьба по скамейке, доске, дорожкам шириной от 10 до 30 сантиметров. Воспитывать чувство равновесия. Для этого надо учить ребенка ходить по ограниченной поверхности, приподнятой на определенную высоту. От 1,5-2 сантиметров в начале второго года жизни до 15-20 сантиметров в конце. Чем выше поверхность, тем она должна быть шире. Избежать плоскостопия. Правильному формированию стопы способствует ходьба босиком по неровной поверхности, например, песок, гравий, трава, вальсистый ковер, массажный коврик и так далее. Формировать правильную осанку. Этому способствует подлезание под различные предметы, например, скамью, палку, веревку, обруч, расположенные на высоте 25-30 сантиметров. Также упражнения на поднятие прямых рук. Воспитывать координацию движений. Вхождение и схождение с одного предмета на другой. Перешагивание через предметы. И другие упражнения. Большое внимание, как и на первом году жизни, нужно уделять так называемым общеукрепляющим упражнениям. Проводя гимнастические упражнения с ребенком старше 1 года, придерживайтесь следующих правил. Первое. Старайтесь включать в работу все группы мышц, например, спины, живота, плечевого пояса, рук, ног. Второе. Чередуйте упражнения и отдых. Третье. Меняйте исходное положение ребенка, например, стоя, сидя, лежа на животе, спине. С детьми от года до полутора лет занятия физкультурой желательно проводить после второго сна, через день. Их длительность должна составлять 8-10 минут. Нельзя проводить занятия сразу после болезни ребенка. Одежда для занятий не должна затруднять движения. Например, это могут быть маечка и трусики. Заниматься гимнастикой лучше босиком. Комнату перед занятием лучше проветрить. Далее представлены упражнения, которые можно предложить ребенку второго года жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова